На этих лекциях не забираются на Камчатку подальше от преподавательских глаз. Наоборот, пытаются сесть поближе, чтобы все было слышно. В субботу в Ивановском государственном университете при поддержке Министерства образования и науки состоялся день тренингов. В акции приняли участие 30 регионов страны. Мы считаем, что ВУЗ должен поддерживать не только традиционные образовательные мероприятия. Например, у нас проходят университетские чтения как на базе нашего ВУЗа, так и в школах. Но мы считаем важным проводить мероприятия, направленные на формирование социальных способностей, возможностей людей, так называемых soft skills. В день тренингов студенты сами себе хозяева. В их распоряжении актовый зал и аудитория. Они сами выбирают тренера и тему лекции. Занятия проходят параллельно на девяти площадках. Как выступать перед публикой и не волноваться. Как правильно распределять свое время и не потеряться в потоке информации. Об этом и многом другом рассказывали молодые тренеры. Смотрели и на опыт тренерской деятельности. Смотрели и на то, насколько ребята могут держать себя на большой аудитории. Потому что аудитория здесь не маленькие. Группа и по 15, и по 25 человек. И, соответственно, выбирали по компетенциям. То есть по уровню компетенций, которые ребята могут передать своим сверстникам. Анастасия Беломыцева – приглашенный вип-тренер. Ее занятие открывало мероприятие и собрало самую большую аудиторию. Ивановским студентам она рассказала об успешности, лидерстве и развитии в себе этих качеств. Получилось живо, интерактивно, местами даже философски. Меня не устраивает ряд причин в моем городе, в УЗИ. Не важно, я хочу переехать в Москву, куда-нибудь за границу и так далее. Потому что здесь у меня нет возможностей. Хочу поделиться с вами фразой моего очень хорошего друга, что куда бы вы ни переехали, куда бы вы ни перешли, вы везде с собой берете себя. Хотелось донести, надеюсь, что донесла, знаю, что до некоторых точно донесла, что от тебя лично зависит то, какой будет твоя страна. И что каждый может сделать очень многое для развития своего города, региона и страны в целом. Каждый получает то, что хочет получить. Вот главная отличительная черта неформального образования. Не надо ничего конспектировать и запоминать, если тебе это не нравится. Мы здесь расслабляемся, мы получаем знания и просто развиваемся дальше. Я не в первый раз на дне тренингов и в очередной раз меня очень порадовал вип-спикер, потому что я узнал для себя много нового, я узнал, как разобраться в себе. Вообще все эти тренинги, на мой взгляд, они идут на пользу. 120 студентов приняли участие в дне тренингов. Для субботы – почти ажиотаж. А это значит, что академические знания могут успешно соседствовать в одних стенах с чем-то новым и неформальным.